здравствуйте друзья зачитываю вопрос здравствуйте михаил я вам писал раньше один раз меня зовут баурджан мне 27 лет живу в эстоне семьей в данный момент у меня с финансами с работой худо у меня даже на проезд денег нету но все же открываю интернет магазин и магазин продвигать тоже денег нет планирую уехать в сша уже полтора года лотерею не выиграли еще другие пути я говорю жене про америку какие пути есть уехать то есть он семьей живет у него своя семья у него жена есть такие интернет бизнес это бизнес будущего ну и настоящего тоже тоже потерпеть 35 лет и мы будем зарабатывать миллионы если хорошенько поработать раньше начинал 3-4 бизнеса и из этого ничего не вышло и они говорят видимо члены семьи такими они говорят что у меня ничего не вышло и что я думаю что с интернет бизнеса заработаю я им говорю что москва сразу не строился главное продолжать заниматься бизнесом нельзя сдаваться они только говорят про мою неудачу они никогда не говорят что я раньше зарабатывал хорошие деньги одевался очень хорошо ездил на хорошей машине ходил в хорошие рестораны и кафе занимаясь бизнесом не подумайте что я был миллионером средненьким был они говорят что надо найти хорошую работу потом купить квартиру на ипотеку и жить работая на банк я привык таким словам особо внимания не обращаю у нас в астане работая на кого-то и купить квартиру очень сложно зарплаты слишком маленькие а квартиры слишком дорогие и они говорят что я фантазер по-казахски кияли или кияли не знаю что я летаю в облаках мне наоборот работая на кого-то и купить квартиру в астане это для меня фантастика наверное я фантазер как вы думаете ищу пути иммиграции ищу пути как зарабатывать миллионы в общем ищу пути лучшей жизни я думаю тот кто ищет тот непременно найдет рано или поздно что скажете насчет этого вот такая интересная значит у нас тема сегодня ну поехали так все-таки нам на работу с утра хоть и пятница надо на работу да начинать сказать что кое с чем тут нельзя не согласиться то есть вот общий такой посыл в конце что вот если работать много то глядишь там что-нибудь получится хотя скорее это немножко в другом смысле можно сказать что если не работает так уже точно не получится а если работать но уже начинает зависеть то есть шанс появляется но не обязательно реализуется важно чем ты занимаешься как ты занимаешься в какой стране живешь тоже сказывается и на самом деле сильно сказывается насколько это твое то чем ты занимаешься вот меня например немножко насторожила вот эта фраза там про зарабатывание миллионов я как вам сказать бывают люди которые хотели заработать миллионы и и заработали миллионы но я вот например сам совершенно другого типа я я свои миллионы заработал от того что мне хотелось что-то сделать жизни хорошего а дальше же получилось что за этим какие-то деньги есть и то есть когда хорошие что делаешь полезное так вроде там деньги сами собой получают поэтому значит я когда вижу людей которые говорят я хочу заработать миллионы меня это все очень напрягает потому что я начинаю задавать себе вопрос у этого человека есть желание сделать мир вокруг себя лучше или он как хочет заработать миллион что что он хочет дать чтобы получить миллионы вот это вопрос который я не вижу ответа здесь я вижу что ему не хочется работать на производстве там или там по найму скажем так потому что это бесперспективно и я наверное соглашусь тем более у меня как бы много народу разного по жизни встречается из казахстана в целом из остальных частности и кто-то бизнес делает и кто-то просто люди живые и русские казахи и там и корейцы и немцы и в общем уйгуры я не знаю разные люди попадаются и они что-то рассказывают у меня есть какое-то представление о том что там происходит и я очень сочувственно отношусь к мысли о том что просто так не заработаешь но дальше у нас есть семья когда человек семью заводит он как бы берет на себя какие-то обязательства особенности дети есть в семье то получается выбрать и мнение не показываю пальцем на конкретно жену вот этого человека или жену того человека но в целом как бы физиологии психология женщины веками тысячелетиями пойти генетически построена так что женщина ответственно за то чтобы произвести и вырастить потомство поэтому она инстинктивно вот всеми так сказать фибрами всего что есть она ищет мужчину который в состоянии это в этом ей помочь эти не просто там красивый кудрявый голубоглазый там еще что-то ну там зависимости от стандарта красоты но все-таки человек который и зарабатывает и как бы на него положиться можно и так далее это же все абсолютно абсолютно необходимый элемент того что составляет мир женщина она она хочет чтобы у тебя был муж на который можно положиться она хочет чтобы он был добытчиком она хочет чтобы ее дети были защищены эти в частности материальным поэтому она не знает решение наверное и она наверное знает кого-то кто работая на работе что-то купил она может при этом не понимать что допустим у вас нет возможности вот так как он потому что он из этого клана вы там из другого там да и народа у вас нет такого блата у вас нет вот того кто вас вытащит посадят на это место и вы там будете значит купоны стричь ей кажется что это возможно вы понимаете что это невозможно это это все понятно но как бы вашу жену очень можно понять и безусловно когда человек что-то делает раз сделал два сделал три сделал четыре сделал и у него не получилось так возникает вопрос а пятый это раз у него получится а шестой раз получится первый раз мы не знаем второй раз мы начинаем сомневаться но когда уже четыре раза подряд то человек уже он практически уверен что ничего не получится где тот кто смотрит со стороны и он из самых лучших чувств может быть но он говорит послушай но ну так же нельзя и он предлагает вам какой-то путь который может быть не ваш путь все равно но я бы это так интерпретировал что надо искать какой-то путь причем это должен быть не только такой путь когда вы говорите кто со мной не согласен значит я от вас отписываюсь развод и девичья фамилия вы уже так не можете у вас семья значит вы когда эти решения принимаете вы должны иметь поддержку в семье потому что поддержка в семье это колоссальный фактор способствующий вашему успеху если вы говорите я привык что они там в меня не верят но я вот в себя верю и мне на них наплевать а чего они вас не верят может у них основания какие то есть поэтому что что скажешь значит что меня еще настораживает в этой истории насчет интернет-бизнес это бизнеса будущего я хочу сказать что последние лет ну даже не 15 а и побольше чем 15 человек в 15 там это 2000 год послушайте в 2000 году уже был будь здоров какой интернет-бизнес ой какой был уже интернет-бизнес в двухтысячном году поэтому ну считайте что интернет бизнес уже практик вот вот будет 20 лет девяносто шестом году началось значит вот в следующем году в шестнадцатом интернет-бизнесу будет 20 лет может быть в девяносто шестом там какие-то формы были совершенно примитивные но даже развитому интернет-бизнесу уже довольно много лет я не хочу сказать что там нет пространства никакого для новичка но я хочу сказать что там будь здоров как схвачено это не бизнес который не схваченный бизнес это очень даже схваченный бизнес поэтому заработать там миллионы без того чтобы очень хорошо понимать что ты делаешь я даже себе представить не могу это что такое должно быть тем более если нет денег на раскрутку бизнеса ну хорошо эмигрировать безусловно инициативному человеку эмигрировать соединенные штаты имеет смысл скажем из казахстана в том смысле в каком здесь нет вот этой вот клановый бандитской системы которая тебя за горло берет и ты шагу ступить не можешь пожалуйста крутись вертись все твое но этого мало понимаете мало жить в стране в которой бизнес не душат а всячески приветствует нас надо же еще как-то успешно функционировать в этой стране где никто не мешает для этого надо минимально адекватно и хорошо что заводной парень энергии много это это колоссальная вообще качество жизненное 27 лет он уже много раз начинал много раз там у него обламывалась а он его ничего не берет это это бесподобное качество маловато еще кое-что нужно нужно понимать что ты делаешь и нужно цель иметь хорошую понимаете хорошую цель зарабатывание миллионов не является хорошей целью я я не понимаю этой целью значит теперь я думаю вот о чем я думаю о том почему человек четыре раза начинал и у него не получалось и ответ который напрашивается сегодня как же при моем сегодняшнем понимании жизни ответ который у меня напрашивается это человек занимается не своим делом я не хочу сказать что он должен у станка стоять совершенно очевидно что это такой предпринимательский дух присутствует и может быть ему не надо стоять у станка но надо отвлечься от мысли о том что ты хочешь зарабатывать миллионы и что ты будешь их зарабатывать не надо вот эти мантры повторять понимаете повторение мантр ничего не дает если там нет еще чего-то понимаете вы можете надеть как в этом мультике из не мультик сюжет был из яралаша тюрба надел а сковородки в штанах не было он сел на булавки и укололся понимаете без сковородки тюрбан не работает поэтому у него есть предпринимательский дух и это это бесценный дар божий это дар божий это свыше ему дано но ты спроси себя кто я зачем я зачем я вообще на и на этой земле зачем мне дали этот дар предпринимательский зачем мне дали этот энтузиазм эту веру в себя эту способность не обламываться идти вперед то чего нету девяносто там восьми процентов людей им ему дали для чего кто ты вообще в чем твою в чем твоя миссия жизненная где-то где твоя симфония которой ты пришел отыграть но ты разбросаны понимаешь а ты должен отыграть нужно найти свои ноты собрать и сыграть эту симфонию это твоя жизнь но дали тебе миссию как вы миллион заработать 2 миллиона 5 я я даже не знаю да нет в этом радости никакой я не знаю я я не вижу поэтому надо понять кто вы такой и что вы из себя представляете и когда вы начнете соответствовать себе самому у вас очень многие вещи получатся которые сегодня не получаются потому что вы пытаетесь как бы прожить чужую жизнь вы пытаетесь влезть в чужую одежку в этим и мне мне резанула тоже слух когда вот это вот я же когда-то ведь я же был успешно у меня же получалось да и дальше у него идут вот признаки успеха пойти обращенные на себя вот я ходил в хороший ресторан я ходил в хорошее кафе у меня был хороший у меня была хорошая одежда ездил на хорошей машине это все про себя что ты сделал такое что у тебя была хорошая машина хорошая одежда деньги на рестораны что ты делал Чем ты мир лучше сделал Может быть это и есть то, что ты сейчас должен делать Я не знаю, если он украл, конечно, это одно дело Но если он делал что-то такое, что вот было им самим Вот эта вибрация пошла, вот эта вот синергетика пошла Вот эта поддержка пошла со всех сторон Я вас уверяю, что и в Казахстане, и в Астане Если бы вы занимались тем, что соответствует вашему более высокому предназначению У вас бы очень много получалось из того, что сейчас не получается Понимаете, никто не хочет помогать человеку Не вот тут вот, вот тут, не сверху Никто не хочет помогать человеку, который измеряет что-то вот костюмом, машиной, кафе, миллионом и так далее Это не тот путь Поэтому я бы вот внутри бы начал разбираться Внутри И тогда открывается простор вообще безграничный Потому что те качества, которые вот мы у парня видим Я, к сожалению, не... Имя сложное для меня Бауэрджан Вот, значит, непривычное Бауэрджан Вот то, что ему дано Вот эти способности Энергия вот эта вот невероятная Вы не растеряйте, смотрите Потому что это... Не дайте никому вас грохнуть в этом смысле Но с другой стороны С другой стороны Имейте в виду, что люди вокруг вас, они вам не враги И они не потому не верят в успех В вас, да, что просто они такие негативные там и так далее А они не верят, потому что они не видят связки Они не видят, что вы с ними засинхронизированы Они не видят, что вы это делаете для них Что вы это делаете в каком-то таком формате Что можно сказать, да Мы потерпим 3-4 года И у нас будет все Но мы потерпим Понимаете, они не хотят терпеть Они не хотят ждать 3-4 года Потому что я, например, тоже не думаю Что через 3-4 года Вот вы на одном энтузиазме Не зная глубин интернет-бизнеса Не имея денег на его раскрутку Значит, чего-то там добьетесь Я не вижу, я не вижу ничего, чтобы подсказывало Что человек пробьется, кроме того, что он заводной И у него много энергии А вот это вот про интернет, про бизнес будущего Я не знаю, может там в Астане вообще интернета нет ни у кого И это бизнес будущего там на конкретной местности Я сомневаюсь Судя по тому, сколько народа нас смотрит в Казахстане По переписке, которые у нас есть и так далее Я, что-то у меня нет ощущения, что там это все еще не началось Понимаете? Поэтому Это скорее всего говорит о том, что вы просто не очень понимаете, что это за бизнес И кроме того, вы собираетесь делать интернет-бизнес Интернет-магазин А что вы хотите предложить? Вот почему надо купить что-то у вас, например, не в другом месте? Где идея? Ну с чем вы туда пришли? Понимаете, я понимаю, что это не тема для того, чтобы там вопрос задавать Но рассказывать, как он собирается делать этот интернет-магазин Я вам вот что скажу Много лет назад, когда мы только приехали Нас много было Вот нас было много Из Советского Союза Беженцы, в основном еврейские беженцы И как-то нами занимались тут местные еврейские организации Им деньги выделили Как-то они нас вот так обихаживали И в какой-то момент Я уж не знаю там из-за чего Я попал на тренинг Лидеров еврейской общины Как-то так это называлось У них громко Из нас, вот из, так сказать, новичков Но я уже был в бизнесе У меня уже школа была То есть я был как бы по-своему лидером То есть, вот на какой-то таким маленьким На какой-то местности Вот И меня позвали на этот тренинг Я так как общую конву рассказываю Там было человек, наверное, 20 И тренинг состоял в том Что мы раз в месяц Собирались на семинар Часа на два, на три Ну там, знаете, как всегда Когда какое-то еврейское мероприятие Там может быть или не быть Там красненькое, сладенькое венцо Чуть-чуток Вот Ну и покушать, конечно Там тоже выставляется дальше И какой-то разговор идет Вот традиция такая Значит Выступал мужик один Очень интересный Какой-то мультимиллионер Богатейший дядька Ну вот он как бы маялся от безделья Потому что Ну как бы работать ему не надо Денег много А энергии тоже много И он Как часто бывает это у богатых людей Он вот эту энергию На благотворительные цели И в частности Значит, чем он занимался Будучи сам очень богатым Он собирался сбором денег На всевозможные общественные нужды Фандрейзинг так называется у нас Сбор средств И вот Он рассказывал Про сбор средств Потому что если ты лидер Там чего-то такое Вот какой-то комьюнити То тебе постоянно нужно Собирать с людей деньги Чтобы они тебе давали На что-то И Конечно Там вот пенсионеры Там по десяточке присылают Там еще что-то Но это не те деньги То есть вот миллионы Берутся от того Что там скажем 5, 10, 15, 20, 30 человек Дали там по полмиллиона По сто тысяч Вот Ну вот эти У которых много денег На их деньги все держится И вот Он сказал Есть такое правило Он говорит 3W Правило 3W Вот я вам его сейчас расскажу Как бы Как немножко еврейской мудрости Чтобы Чтобы вы Почерпнули И вот Значит Правило 3W Значит Какие 3W Work Работа Да Труд Выздом Мудрость И Wealth Деньги Богатство Он говорит Всякое успешное дело Становится успешным Тогда Когда есть вот Три Вот этих W То есть Кто-то должен это делать Кто-то должен дать денег И кто-то должен направить Кто-то должен мысленно Вот этой работой Идейной Сказать Мы идем сюда И Он говорит То что нужны Ну сказать Те кто делает И деньги И направление Движения Это очевидный факт Он говорит Это понятно Это не то что требует Какой-то дискуссии Там чего-то Но Он говорит Есть одна вещь Которую Надо понимать В этом во всем Когда Есть wisdom Мудрость Понимание Цель Какая-то Когда есть wisdom Находится Work И находится Wealth То есть Понимаете Деньги дают И Начинают подключаться И помогать тебе Когда есть то Ради чего Это все происходит Когда видно Что вот этот человек Он не просто У него идея красивая Понимаете Утопия Не Фантазия Вот они говорят Фантазером вас называют Вот вы фантазию Должны перевести Во что-то В мечту Понимаете Мечта Это то что Можно пойти И сделать Когда хочется Фантазия Это так Ничего делать не надо Значит Вот вам сегодня Этого не хватает Как только вы Пусть это будет Интернет бизнес Там уже не важно что Как только вы скажете Я делаю вот это И вот это вот Мау Должно произойти Вау И вас И жена поддержит И какие-нибудь там Волонтеры Прибьются И партнеры По бизнесу найдутся И люди скажут Под это дело Я даю денег 20% моих Понимаете Как только у вас есть Что предложить И деньги найдутся Да Которых у вас Сегодня на проезд Нету И жена Понимаете Будет вами гордиться И дети Если есть Там и так далее И родственники И так далее До того До того Как вы заработаете Свои миллионы До того Это произойдет Понимаете То есть вы Как бы Вы сейчас Продаете Идею того Что вы Когда-нибудь Заработаете Миллионы А они пусть Потерпят Потому что это За их счет Все происходит И у вас Будет там На кафе На ресторан На машину И на одежду Никто не покупает Эту идею Понимаете В ней нет ничего Никто копейки Не даст Под такую идею И я вот тоже Вот слушаю Я понимаю Что Я бы копейки Не дал И не потому Что чисто денежно А потому что Не под что Деньги бывают Что и потеряли люди Ничего страшного Понимаете Не страшно потерять Когда есть Из-за чего Понимаете А тут Тут не из-за чего Поэтому Вот с этого Я бы и начал Да Я под конец Расскажу Анекдотец Старенький Классический Я его уже Рассказывал Ну так Приходит бедный Еврей к богатому И говорит Научи как Разбогатеть Кто-то ему говорит Конечно О чем разговор Давай так Для начала Иди домой И так Пособираю Листочки бумажки Вот буквально Как вот У меня С одной стороны Исписанный А с другой стороны Чистенький И тот говорит А зачем Он говорит А мы из них Мы их сошьем В тетрадочку Сейчас Секундочку У меня их два Вот Мы их сошьем В тетрадочку Так Вот тут Сошьем Ниточки Вот так вот Прошьем И Будем записывать Расходы Потому что Если мы не знаем Твоих расходов Мы не знаем Как оптимизировать Тот говорит Слушай Ради такого дела Так я могу Пойти купить Новую тетрадку Вот с этого Все начинается Понимаете Значит Начните с того Чтобы подумать Серьезно О том Кто вы И что вы Кроме того Что вы в движении Которое Не ведет никуда Пока Я не просто Мотор Который Крутится Вот так вот В холостую Или там Пар который В гудок ушел Нет Я Создан По образу И подобию Самого Я Запущен В эту жизнь Сверху У меня есть Миссия Предназначение Сверху Свыше Где оно В чем оно Как я Как тебе должен Этот мир лучше сделать Понимаете И вот тогда Оно заиграет И тогда Вот все произойдет Я бы так сказал Счастливо